В начале данного видеоролика хочу к вашему вниманию представить прям очень крутой и очень качественный канал Гризли. Парень очень старается, он мне сказал, что если будет 500 подписчиков, то он сделает большой конкурс. Так что, ребята, не проходите мимо, перейдите и подпишитесь. Ссылочка есть в описании, а мы продолжаем. Привет всем, ребята, с вами ваш Кент АПК. Это я, да-да, это Кент АПК, вот вы меня часто называете топ-1 нуб, там топ-1 открывальщик кейсов с АВП Инжекшн, да-да, это Кент АПК. И сегодня, вот как вы думаете, что я буду снимать, ну вот как вы думаете, да, я вам дам подсказочку, это что-то связанное с нычками. Ну, догадались? Конечно же, конечно же, это проверка нычек от Кент АПК. Так что, пацаны, пожалуйста, поставьте лайк и подпишитесь на мой канал, потому что проверка нычек, это, это необычная проверка нычек, это настоящая проверка нычек. Потому что, ребята, только тут вы знаете всю правду, так что ставьте лайк и подписывайтесь на мой канал. И чё, откажись, я слишком много всякой ерунды сказал вначале, но если что, ребята, вы всё это не слышали. Ну что ж, поехали, поехали. Сегодня, ребята, мы вместе с вами будем проверять нычку под названием, ну как автор назвал данное видео, о этой нычке никто не знал. Новая нычка в игре Block Strike Sector. Эту нычку, ребят, снял парень под ником Helbin, то есть, кто не знает, это тот человек, который купил канал у Тимуса. Мать моя женщина, прикиньте, прикиньте. Поступила такая инфа от одного ютубера, то есть, она непроверенная, но мне так сказали, что Тимус продал канал за 2000 рублей. Рукалица, 2000 рублей. Я тебе серьёзно говорю, вот если бы ты мне написал, я бы тебе сам его купил, ну 2000 рублей, и там канал почти 50к. Ну, я не знаю, насколько это правда, но, по крайней мере, мне так сказали. Ладно, ребят, всё, давайте, давайте играть. Ну что же, ну что же, прямо сейчас будет новый раунд. Ну что, почины, поехали, поехали. Побежали кабанчика в нычку, о которой никто не знает. Так, так, никого нету, хвоста нету. И прямо сейчас мы вместе с вами будем проверять, насколько же эта нычка крутая. Так, надо вот сюда вставить, чтобы меня никто вообще не видел. О, ништяк, а ну-ка. Заражение началось, вообще, ребята, просто ляпота. Давайте сделаем вот так, вот, чтобы там точно никто не мешал. Так, всё нормально, и я, короче, прячусь сюда. И нам, по сути, остаётся просто ждать, потому что автор данного видеоролика сказал, что он стоял вот именно тут, вот именно в этом месте, и его, ребят, никто не нашёл. А ну-ка, ну-ка, сколько секунд-то прошло? Прошло меньше 30 секунд, и я уже стал зомби. Вот это да, вот это зашибись. Блин, я даже не успел договорить, а уже стал зомби. Так, 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 это у нас новый сервер, новый раунд. И прямо сейчас мы запрячемся в этой нычке. Так, вроде никого нету, меня никто не видит, никто не спалил. Так что давайте как можно быстрее бежим сюда. Становимся вот тут и просто ждём, да? И я надеюсь на то, что нас никто не спалит. Но если он спалит, то, к сожалению, данная нычка не прошла нашу проверку. И я скажу вам только одно, что в этой нычке я вам не буду рекомендовать прятаться. Потому что, ну, потому что она немножко небезопасная. Ну, пока что всё хорошо, меня никто не видит. Уже, ребят, прошло 30 секунд, и мы идём на рекорд. Так что, возможно, это будет у нас новый рекорд. Сколько мы, ребят, выживаем в этой нычке. Так, так, никого нет, всё хорошо, да? О, зомби! Так, ч-ч-ч-ч, ты меня не палишь. Ой, ребят, ой, слушай, как же всё это опасно-то? Ё-моё. Все, кто говорят, что эта нычка беспалевная, ребят, я с вами не согласен. Потому что это пипецкая палевная нычка. И я почти уверен, что всё-таки меня кто-то найдёт в этом раунде. Хотя, если не найдёт, то чё, можно прятаться, да? В принципе, всё по-честному. Ну, как мы видим, скажем так, об этой нычке не может никто не знать. Потому что, как минимум, каждый раз сюда кто-то приходит. Вот мы видим, пришёл парниша под ником PERSH228. Но как об этой нычке никто не может знать, если сюда просто приходят и бегают игроки. То есть, эта нычка, по-любому, палевная. По-любому, они знают. О, там два зомби! Ё-моё. Так, надеюсь, я не спалился, да? Слушай, это какая-то жесть. Ой-ёй. Так, а ну-ка. О, слушайте, как же всё это опасно. Там два зомби. Я тута. Ой-ёй-ёй-ёй. Слушайте, давайте как-то по-мирному договоримся. О, ништяк, слушайте, я жив, прикольно. Зомби нету. Так, зомби. О, ё-моё, меня спалил мой тиммейт! А вот это уже называется не по-пацански. Ну, ребят, ну как называется? Меня спалил мой тиммейт. Ну, слушайте, некрасиво. Ой, позор. Стыд и позор моему тиммейту. Ну что же, и это раунд номер три. И прямо сейчас мы до конца проверим эту нычку. И мы узнаем, дерьмовая ли эта нычка. Или полностью дерьмовая. Ну, вы поняли, да? Или просто дерьмо, или полное дерьмо. То есть сейчас мы всё это проверим, узнаем. И я вам, ребят, скажу, стоит ли прятаться в этой нычке или нет. Делаем вот так. Ну, слушайте, отойди. Ну, блин. Ну, как об этой нычке никто не может знать, если сюда постоянно залезают игроки. Нет, ребят, плохая нычка, прям очень плохая. То есть вас могут испалить. А чё это было? Чё это было? Ничего себе. Так, чё-то, ребят, только что завис в сервак. Потому что чё-то выжившие победили буквально за две секунды. Поэтому давайте заново. Ща мы заново прибежим в эту нычку. Запрячемся. И нас тут никто-никто не найдёт. Бежим, бежим, бежим. Нажимаем вот сюда. Давайте вот. Нажал уже сто раз. Теперь давайте нажимаем сюда. И мы, короче, в домике, да? Побежали. А чё, слушайте, а чё это за прикол? Вот я не знаю. Вот у меня иногда бывает такой блок страйки, что я нажимаю на кнопку, а она не нажимается. У кого бывает то же самое, то напишите, пожалуйста, что-то в комментариях. Потому что, ребята, эта проблема уже начинает меня напрягать. Ну, очень неудобно. Так, ну чё, короче, я в этой нычке сижу такой беспалево, да? Такой беспалевный кентапыкан. Давайте нажмём, а ну-ка. О, наж... О, всё, теперь нажилось. Вот теперь всё окей. Теперь вообще никаких проблем нету. Обрат нажимаю, ну-ка. Хоть в этот раз нажилось. И обратно не нажимается эта кнопка. Ну, у кого бывает такая же самая проблема? Потому что это, ребят, не первый раз. Пожалуйста, напишите в комментариях. Потому что, честно говоря, ну, это действительно, ну, довольно-таки крупный бах в игре блок страйк. И он мешает нам нормально играть. Ой-ой-ой, я там видел зомби. Так, надо посторожнее. Вот парень вообще не парится. Залез на ящики. Вообще не волнуется, не переживает. Нормально, да? Нормально так залез. Хорошая у него нычка. Прям очень хорошая. Так, так, так. Ну, вроде пока что зомби до меня не дошли. Это уже хорошо. Ну, правда, вот как мы видим, ну, вот чем плоха эта нычка? То, что тебя видят со всех сторон. Вот человек, когда подбежал, как этот парень. И вот если он станет зомби, он, ребят, пойдет меня заражать. Я в этом уверен. То есть это очень плохо. Видите, он стал зомби. И вполне вероятно, что прямо сейчас он пойдет меня заражать. Ну, и как я говорил, меня просто заразил этот парниша. Поэтому, ребят, я скажу только одно, что эта нычка самая плохая на планете Земля. Ну, что же, ну, что же, ну, что же. Давайте подведем небольшие итоги об этой нычке. Во-первых, эта нычка очень плохая. И я никому не рекомендую в ней прятаться. Прям очень-очень плохая. Это, ребят, во-первых. Во-вторых, эту нычку очень-очень легко обнаружить. Поэтому это еще второй минус. Поэтому эта нычка просто, ребят, один сплошной минус. И никогда, и никому я не рекомендую в нее залезать. Потому что вас очень легко и очень быстро обнаружат. Поэтому, ребята, эта нычка крайне плохая. Я скажу вам только одно, что, короче, не надо верить ютуберам. Надо, ребят, самому все проверять. Я хочу сказать именно самому Хельбину, что я не хотел его убедить. Это просто проверка нычек. То есть, ну, никакой предвзятости к нему у меня нет. Просто, ребят, я сказал свое мнение по поводу этой нычки. К нему я отношусь, ну, нейтрально. То есть, ничего плохого про него сказать не могу. Просто скажу только одно, что данная нычка мне не понравилась. Я ее не рекомендую. Нажмите на колокольчик, поставьте лайк, напишите комментарий. Ну, короче, все как обычно. Все, ребят, всех люблю, всем удачи и всем пока.